Здравствуйте, это проект Первый Видео Авторынок, меня зовут Ян Симаков. Вчера к нам пришла машина из Японии, Toyota Siento, 2011 года выпуска с полным периодом. А сегодня к нам пришла опять же Toyota Siento в таком же цвете, но уже 2012 года выпуска и рестайлинговая версия. Обратите внимание, у нее изменена немножко форма передних фар, другой бампер передний. Вот, в общем, вид у нее стал поинтереснее, на мой взгляд, машина стала более такой агрессивной. Цвет кузова у нее очень-очень красивый, он такой темно-баклажановый, темно-фиолетовый, в общем, интересный достаточно, он металлик. Вот, по лакокрашенному покрытию здесь проблем нет, машина практически новая, пробег у нее 15300 где-то, тысяч километров, но это очень-очень мало. В машине всего лишь два года, тем более все это время она ездила только по Японии. Вот сейчас, вот обратил внимание, размером даже меньше, чем со спичневую головку, вот парочку таких жмочков есть, мятинок. Но они очень маленькие, диаметром прям один миллиметр всего. Вот, пожалуй, это единственный дефект на этом автомобиле, а так все супер. В общем, что мы имеем? Рестайлинговый Toyota Siento. Это машина семиместная, в ней три ряда сидений. Ну, по комплектации, по салону чуть позже расскажем, да. В общем, интересная достаточно машина. Такие встречаются только в Японии, но вот теперь она продается и у нас. Значит, по комплектации здесь стоят биксеноновые фары, то есть и ближний, и дальний свет здесь ксенон. Это гораздо интереснее, чем обычный галоген, потому что фары светят лучше, освещается дорога, опять же, лучше, да, и меньше устают глаза. Вот, ну и на дальнем свете тоже ксенон. Плюс ко всему есть противотуманные фары. И, что все-таки редкость для Японии, это парктроники. В Японии любят больше ставить камеры различные, да, здесь вот парктроники спереди поставили. Вот, тоже серьезный такой плюс для тех, кто неуверенно водит автомобиль, да, парковка будет проще. Стекла все оригинальные, на лобовике трещин здесь нет, трещин, сколов мы не нашли. Вот, значит, комплектация также включает в себя поворотники в зеркалах. Зеркала, кстати, достаточно большие, они очень удобные. Плюс ко всему ветровики здесь есть с Японии, и задний полукруг, он затонирован. Плюс ко всему здесь хром на дверных ручках. Машина на очень красивом сером литье. И также установлена зимняя резина Dunlop. Она без шипов, липучка, протектор достаточно глубокий, отслужит вам еще несколько сезонов. Вот, то есть машина, по сути, к зиме готова. Вот, в общем, что еще здесь интересного? Ну, задние двери, они сдвижные, они обе на электроприводах. Вот так они ездят. Вот, проем достаточно большой получается. Закрываем и идем смотреть дальше наш автомобиль. Что касается изменений при рестайлинге машины, да, то они коснулись, по сути, только передней части, сзади никаких изменений мы не видим. Оптика такая же, форма бампера, все то же самое. Вот, ну и тут сказать-то даже нечего. То есть все так же, как и до рестайлинга. Вот, смотрим. Багажник нашей машины, в принципе, достаточно вместительный. Немного неудобен он тем, что есть выступающие элементы. Вот, а так, в целом, он большой. Огромный плюс в том, что третий ряд сидений прячется под сидения второго ряда. Тем самым освобождается место на стенгах. Вот здесь, по бокам. Обычно же, как у микроавтобусов, у японских, сидения крепят именно к стене. Тем самым съедается полезное пространство. Вот. Honda Stepwagon в последнем поколении не решили эту проблему. Мы прячем сидение в пол. Вот. Но в большинстве своем багажник у машин съедается именно этим. А здесь проблема решена. Вот. Значит, здесь еще есть дополнительное место для разной мелочевки. Запаски здесь нет. Сейчас запаски редко бывают на японских машинах легковых. В Японии, как бы, проблему это решили. У них много станций техобслуживания, где можно починить колесо. Либо они просто кладут ремкомплект в машину. Там идет компрессор и специальная жидкость. То есть, вы сами можете этот вопрос решить прямо на дороге. Значит, здесь у нас пластиковое покрытие. Все в порядке. Здесь царапин особо нет. В общем, багажник хороший здесь. Ну и вот у нас задняя камера. То есть, спереди мы имеем парктроники, да? А сзади у нас камера. Вот. Давайте смотреть, что в салоне. Значит, здесь у нас тканевый салон. Он черный. Сидение здесь трансформируется. Ездят вперед-назад. Ну вот. Что тут еще? Как еще вот рычаг есть? Можно вот так поднимать. Вот. Освобождать место для каких-нибудь сумок. И увеличивать багажный отсек. Вот. Посадка достаточно высокая. В принципе, удобная. На полу коврики лежат. Под ковриком есть дополнительные места. Вот. То есть, там как-то вот они открываются. Да, вот. Видите, какой ящичек здесь получается. И с левой стороны то же самое. Вот. Смотрим переднюю часть салона. Значит, что мы имеем здесь? Мы имеем достаточно высокий потолок, который не давит на голову. Но в то же время отметил бы, что он все-таки слишком высок. Вот. Потому что как бы создается ощущение, что ты едешь в автобусе за рулем автобуса какого-то. В целом, как бы тут придраться-то особо не к чему. Что здесь есть интересного в нашей машине, да? В нашей Toyota Siento установлен монитор, в который выводится изображение задней камеры. Плюс ко всему есть Bluetooth, есть DVD. И можно SD-карточку вставить еще сюда. Вот. Что еще? Значит, кондиционер, передние подушки безопасности, руль здесь кожаный. Он с регулировкой по высоте. Значит, бардачки здесь есть. Сразу вот два. То есть один закрытый, один открытый. И что еще интересного? На что обратил я внимание? Посмотрите, значит, здесь... Интересной конструкции козырьки солнцезащитные. То есть они, видите, какие они полностью пластиковые. И плюс ко всему они вот с такими мелкими дырочками. Они, конечно, от солнца защитят. Вот. Конечно, интересно, почему мы так вот их придумали, почему такими их сделали. Здесь есть еще зеркальце, да? Вот. В общем, интересная конструкция у них. Ну, может быть, там, чтобы материала меньше потратить на них, да? Не знаю. В общем, такая вот форма у них. Такое исполнение. Значит, здесь у нас управление наружными зеркалами. Есть режим Snow. Я так понимаю, что это для коробки передач. Электродвери. Левая и правая. И кнопка, которую вы можете эти электродвери отключать. Ну, и здесь традиционно, как бы, да, управление наружными... Управление стеклами. Передние стекла здесь с автоматическими режимами. И сиденье водительского с регулировкой по высоте. Вот. Здесь придраться, как бы, вообще не к чему. В салоне все в полном порядке. Машина как новая. Такие автомобили прямо именно в таком идеальном состоянии все-таки приходят не каждый день. Вот. Так что тут могу вам честно сказать, машина классная. Вот. Смотрим. Подкапотное пространство. Мотор, значит, здесь полтора литра установлен. Такой же двигатель устанавливается, например, на Toyota Corolla. Мотор надежный, неприхотливый. 92-м бензином его можно спокойно заправлять. Мощность его 110 лошадиных сил. Привод в нашей машине передний. И коробка передач здесь вариаторная. Ну, как я уже сказал, пробег совсем маленький. Поэтому тут проблем вообще нет никаких. Движок работает на 5 с плюсом. Отслужит еще много-много лет. За ним, конечно, нужен уход. Менять масло там все такое. Вот. А так. В принципе-то и все. Вот. В общем, теперь у нас есть вот такой очень красивый автомобиль, который будет привлекать внимание. У него очень красивый, глубокий, насыщенный цвет кузова. Автомобиль совсем свежий. Он практически новый. Пробег 15 тысяч километров. Чем интересна эта машина? Тем, что она еще и 7-местная. Ну, вот. 2012 год. 1,5 мотор, бензин, передний привод. 7 мест. Свежая машина теперь продается у нас в автосалоне RDM Import. Она без пробега по России. Только что пришла. Приезжайте к нам за ней. Объявление продажи именно этой машины вы найдете на нашем официальном сайте вам1.ru. Также подписывайтесь на наш видеоканал Первый Видео Авторынок. На этом спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok